Лед уже поменял структуру, есть промойны, старый настил стал уходить под воду. Ему на замену построили новый. Власти утверждают, что эту пешеходную переправу будут эксплуатировать как можно дольше. А водителей с утра ждал сюрприз. У автомобильной переправы установили запрещающий знак. В социальных сетях люди нашли постановление от мэрии. Законопослушные граждане оставили машины на берегу, но кто-то решил своих планов не менять. Автомобильная переправа уже закрыта, но есть смельчаки, которые все же рискуют и переправляются через реку. Рискуют и водители грузовиков. В конце пути видно, как колеса машины уходят под воду. Частично затапливает и деревянный пешеходный настил. Но пока это единственное, что связывает людей с городом. Когда и пешеходную переправу закроют, добираться сюда будет не на чем. В этом году воздушные подушки привозить людей будут только в экстренных случаях. Жители жалуются, что это крайне неудобно. Вообще даже в голове не укладывается, что большинство работают в городе. Вернулись назад. Два года так было назад. Вот вернулись все туда назад. Такая ситуация происходит. Люди, конечно, где-то привыкли, но в последние годы наши подушки были большой помощью. Выезжают те, которые работают в городе, учатся в городе. Тем это надо. Да, надо. Но сами понимаете, кто может там снять особую квартиру или общежитие. Но не у всех же такое получается. Так что, да, желательно, чтобы они возили. Жалко детей, которые в школу на учебу ездят. Ну, бродни надо покупать. Что теперь делать? Детей, кстати, предлагают привезти на дистанционное обучение, а взрослым – брать справки в администрации и предъявлять их на работе. Такая практика, к слову, уже была. Прогулы не ставят, но и рабочие дни не оплачивают. При этом далеко не все работодатели идут навстречу жителям Сет-Кыркища. Ну, увольняться опять на другую работу. Ну, я так вот, да, кто меня еще терпит, как бы. Приход придется, можно на другую устраиваться, где там вот как-то вот. Так вот люди все так живут, выживают, как могут. Мэр Сыктывкара Владимир Голдин на городской планерке рассказал, что идет разъяснительная работа с жителями поселка и с работодателями. Однако ощутимых результатов нет. Мы просто-напросто обратились к Александру Геннадьевичу Гондару, когда ездил, с жителям с некой просьбой посмотреть, насколько сегодня они могут снизить или, так сказать, там перебраться в город. То есть, посмотрите вот эти мероприятия. В рамках всех этих мероприятий мы предусматриваем различные документы, которые позволят более удобно договариваться с работодателем. А работодатели сами как реагируют? По-разному. Организации службы поселка уже пополнили запасы на случай экстренной ситуации, когда на две недели Сит Кыркищ будет отрезан от Сыктывкара большой водой. В амбулатории ФАПы завезены необходимый запас медикаментов на данный момент. Значит, индивидуальными предпринимателями, имеющими только торговые точки на северных пунктах доходов, создан запас продовольств для хранения, это крупы, консервы и так далее. На период отсутствия переправ до начала навекации речного транспорта. Пока есть возможность жить и работать, люди едут в город. Так выглядит остановка у переправы в 11 часов дня. Автобус доставил в поселок порядка 30 пассажиров. Еще столько же отправляются в город. После официального закрытия пешеходной переправы через Вычигду и до начала речных перевозок будет выставлен спасательный пост, который будет организовывать экстренную доставку людей и представителей спецслужб.